Кухня ЖКХ Выборы в городу, поэтому уже активизировались кандидаты. Мы вообще приветствуем, и нам ведь главное, чтобы дворы были прибраны. Какая сейчас самая главная проблема? Вывести то, что нагребли. Понятно, что одно моментное такое количество вывести проблематично. Представьте, весь город проводит субботники, гребет этот мусор. Техники, которая у нас задействована в этом, даже и у участников ее не так много. Поэтому сейчас идет драка за эти самосвалы. А почему вы вывозом занимаетесь и за самосвалы эти боретесь? У нас же есть региональный оператор по обращению с отходами. Или мусор от субботников не в его компетенции? Они вывозят мусор только образованный в жилых помещениях. Так вот прямо и написано в 89-м федеральном законе, мусорном законе так называемый. Но решение Верховного суда есть от 1 февраля 2022 года о том, что уличные сметы, ветки, это относится к ведению регионального оператора. Кроме того, у Кивкомфорта есть сегодня решение арбитражного суда, когда территориальное управление наказывали управляющую компанию за то, что на контейнерной площадке находятся уличные сметы и ветки. Мы эти решения отбили в арбитражном суде, в том числе и потому, что это относится к таково к работе регионального оператора. То есть получается, что теперь что-то должно измениться. А жильцы домов это заметят? У них и так чаще всего прибрано, а кем – не важно. В первую очередь это должно быть проще и дешевле для наших жителей, потому что они сегодня и так платят тариф за вывозку мусора. Кроме того, управляющая компания работает за тариф, который оплачивают жители. Получается двойная оплата. Они и региональному оператору по прямому договору заплатили. И мы тратим сегодня деньги, которые полагается тратить на содержание общего имущества. Много других видов содержания, которые сегодня на доме требуются выполнять. А мы вместо этого ввозим на эти деньги мусор. Более 200 тысяч потратили только лишь на то, чтобы заказать технику и вывезти мусор с придомовых территорий. Безопасность людей зимой, очистка крыша сосулек, обходится актив комфорту за сезон, по словам Сергея Торхова, в полтора-два миллиона рублей. 200 тысяч были бы ощутимым дополнением для этой статьи расходов. Тем более, что уборка дворов после субботников не прекращается. А вы прибрались у себя дома? Вот полезный совет, если работы так много, что страшно за нее браться. Выручат пятиминутки чистоты. Запустить стирку, протереть пыль с одного шкафа. Всего пять минут, а успеть можно много. И такая малая плата за ваши хорошие настроения.